Из нового я сегодня узнал выражение зомби-единорог. В Штатах, точнее в Кремниевой долине, в Силиконовой долине, некоторые наблюдаются финансовый кризис, и фирмы, которые взошли в последние, скажем так, 14 лет на крупных инвестициях, потому что люди надеялись, что будет хорошая прибыль, они сейчас начинают сдуваться, потому что экономика в не очень хорошем состоянии. В частности, там речь шла о фирме, которая изготавливает высокотехнологичные тренажеры. За последние пару лет, когда была пандемия, фирма поднялась, потому что богачи сидели по домам, крутили педали дома, а теперь богачи как-то выбрались на свежий воздух, и спрос упал, а фирмы взошли именно на инвестициях, то есть не столько на продажах, сколько на ожиданиях инвесторов, что все будет очень прибыльно. Вот эти ожидания их и губят, потому что инвесторы, когда видят, что замедляется рост продажи, они деньги быстро взимают и переврасывают в другую симпатичную какую-нибудь фирму, если есть, и очень боятся обрушения. Ну, это, в общем, уже почти банкротство. Причем это не единственная фирма, а их уже несколько десятков. И дело попахивает в 2008 году, или даже началом двухтысячных, когда полопались в огромном количестве всевозможные интернет-конторы, взошедшие на заре интернета. Так вот, единороги, это их так прозвали, когда они были на подъеме, потому что все такое радужное, радужное, а в конце радуги, как известно по-английски, горшок с золотом, а теперь вот зомби из нами. К чему это я? А, экономика. Что такое военная пропаганда? Я сегодня с удивлением понял, что есть люди, которые считают, что есть российская военная пропаганда, это понятно, даже не слушать, а есть украинская военная пропаганда. Значит, надо слушать BBC. К сожалению, я должен сказать, что западные СМИ, особенно правительственные, а к их числу относятся и BBC, это тоже в огромной степени пропаганда. Можно сказать, что это заслуга Байдена, потому что он сумел использовать имеющиеся у него ресурсы, не очень большие, для того, чтобы сплотить лидеров западного мира против России в защиту Украины, а в частности начать, собственно, войну на удушение экономическое. С расчетом на что? Вот здесь как с тюрьмой. Ну, во-первых, я подчеркну, что журналисты вот таких вот СМИ довольно единодушны. Я думаю, по доброй воле, а не по злой. Они Байдена поддержали и тоже травят Россию. В общем, конечно, по-разному. Но смотрите, вот сегодня был заголовок какой-то эксперт англоязычный. «Путин никогда не сможет выиграть войну ни в одном из привычных для нас смыслов». Помилуйте. Что значит, что это заговорка «ни в одном из привычных для нас смыслов». А ему нужно в привычном смысле? Ну, вот, скажем, войну в Грузии он выиграл в привычном смысле, формально нет. Он создал два государства лимитрофа, как называли в старину, буферные государства. Но на самом деле это российские колонии, не приносящие дохода. Но Путина не ставил такой задачи. Он, в общем-то, финансовый доход не приносит, а почет большой. Ему это важнее. Кто сказал, что он хочет выигрыша в обычном смысле, победы в обычном смысле? Никто. Сами сказали, теперь сами опровергаем. Вот это и есть военная пропаганда. Это очень паршивая штука. Про единорога зуби я вспомнил вот почему. Таким зуби единорогом хотят сделать наше любезное отечество. Но, во-первых, давайте определитесь, чего вы хотите. Помню, когда-то, когда только вот началось, я чуть-чуть кряхтел, что ну что же до нас-то за что? Выдло типа меня, морлоков. Вот. А как же быть с лекарствами? Потому что некоторые лекарства, мы не имеем дженериков, и в общем будет плохо. И так-то было не очень хорошо. А теперь будет еще хуже. То есть, если что-то через третьи страны будет доходить, оно и раньше стоило с полпенсии, а теперь будет стоить с две пенсии. Ну, будем умирать еще раньше. Байдену сколько, Джимми Картеру почти сто, ну, а мы будем доживать там до семидесяти. И прости-прощай. И это уже не по нашей вине. И мне ответили, а это у вас потому, что вот видите ли, вы живете в стране, которая сама первого закона. Знаете, это лунько Усама Бен Ладена. Американцы, которые были в башне в Близнецах, тоже, может быть, спрашивали в последние минуты, нас-то за что? Нас за что? Мы что, делали чего-то на Востоке? Нет. Я вот поломойка, я тут мою пол. А Усама Бен Ладена есть из далекого Пакистана, заметьте, не из Ирака, не из Афганистана. Наверное, мысленно отвечал. Но ты живешь в США, головушка. Значит, ты разделяешь вину всех американцев за то, что они делают в арабских странах. Это логика коллективной ответственности. Вот я живу в России, я должен отвечать. Мне эта логика не нравится. Она мне не нравится приметиться ни к любой другой стране. Нет понятия коллективной ответственности. Это дурное понятие. И, в общем, это чувствует. Поэтому объяснение вот этим торговым санкциям, вот этой вот континентальной блокады номер два, подыскали другое. Я очень часто его вижу. Что разорять Россию, пока она не прекратит воевать. Теперь приведите мне из истории случай, чтобы какая-то страна прекратила убивать от нищеты. А кто у нас завоевал богатую Римскую империю? Нищие варвары с голодухи и поперли. А что у нас разоренный Афганистан уступил американским блистательным солдатам, киборгам, с облеченным во всякую электронику? Нет, не уступили. Как это так вышло? Сами поражаемся. Не уступали и русским, не уступали и британским. А доктор Ватсон только там ранение получил и смотрелся, сопротивлялся успешно, успешно. Я не к тому, что не удастся поставить России на колени. Может быть, удастся, но это совершенно нигде не гарантировано. Это очень странное мероприятие. Так что, читая западные СМИ, тоже имейте это в виду. Западные журналисты по доброй воле, многие по доброй воле, из солидарности с Украиной, переходят грань нормальной журналистики. Не впервые. Это было и в 2000-е годы во время войны в Ираке. Тоже из солидарности. Отсюда такое большое выражение, как журналистский пул, то есть пруд. Журналисты сравниваются с рыбками. Даже в аквариуме. Это неправильно. Это очень неправильно. Потому что, в конце концов, тогда, еще до разорения России, в зоны превратятся всякие прочие ноги. Тоже ведь не исключено. И пандемия здесь, мягко говоря, не пособствовала оздоровлению финансовой жизни. А что будет дальше? Так, теперь о чем-нибудь веселом. Христос воскресе. Меня сегодня спросил один человек, мы сидели за столом, там было несколько, что с нами со всеми будет. Я подумал и сказал, что, понимаете, с нами будет очень разное. Очень разное. И с нами будет воля Божьей. Воля Божьей для каждого своя. У кого-то болезнь, у кого-то деньги. Кто-то уедет, кто-то здесь будет в бизнес. Это вот опять, что человек – продукт среды. И война кажется такой средой, которая целиком определяет человеческое бытие. Нет. Даже во время войны. Даже во время нищеты. Прошу прощения. Может, перенести на полдесятого с предзаписью. Даже во время нищеты. Все равно судьбы у всех людей разные. И не одинаково плохие во время нищеты, а просто разные. Кто-то на творческом подъеме, кто-то унывает. И зависит это не от количества денег в кармане. Сперва сочинили, что Путин хочет к 9 мая парад провести. Теперь радостно сообщает, что не провел. Сперва говорили, что Путин хочет блицкрик. Даже не удосужившись узнать, что такое блицкрик. Потом радостно стали сообщать, что блицкрик не удался. Я стою в применении, что поход на Киев и Черниговщин был отвлекающим маневром. Эксперты писали, что туда были брошены наиболее, ну, наименее боеспособные войска. Обычно отвлекающего не было. Иначе бы высадились прямо на Банковской. И Али Аулю как-то боялся Арестовича, он об этом рассказывал. Нет, зачем-то самолет за 3-9 верст от Киева. И не говорите мне, что было много десантников, а скажите мне, сколько было бы надо, чтобы взять. И почему столько не послали. Не говорите про героическое сопротивление. Тот же Арестович проговорился, что пустили в бой срочников. Значит, мы не знаем точно планов Путина. У меня ощущение, что он все-таки хочет вот 4 области. Сейчас западные эксперты рассуждают. Вот он объявит республиками, Херсонской республикой, или включит. Какая разница? О чем говорить, когда говорить нечего? Все равно это будет Российская империя, Кремлевская империя. А потом радостно. Вот он их не включил, он их объявил республиками. Толчение воды в ступе. Я очень советую поменьше читать вот этих всех военных новостей, будь то хоть из BBC, хоть из Америки, особенно государственных СМИ, которые финансируются государственными. очень не рекомендуют. Благо, пока еще относили листы. Ведь вы ничего толком не знаете. Ничего. Когда уже что-то важное произойдет, сообщат, по-любому, соседи на лестничной клетке, скажем, там реализуют. Откуда? Почему? Вот это чисто военная агитка. В России это называлось в советской веке контрпропаганда. Саври так, чтобы напугать. Россия слабая, Россия разорванная. Сейчас вообще призвал хромых, слепых. И Крутова тоже. Да, я именно воюю. Бранье. Бранье. Мы не можем этого знать. И никуда это не следует. И даже если бы запустил сам Путин, видите, но вы помните, что во время войны в первую очередь обливают правду. Правдивость даже, как свойство речи. И поэтому, я не знаю, читайте музей, или в антене. Детские. Взрослые, не читайте. Ого, Канада, добро вечер. Ничего приятного не сказал, посоветовал не читать военную пропаганду. Хорошо. Все, спокойной ночи, приятного сна. Аристос Воскресен.